Дайджест недвижимости. Дайджест недвижимости. В заброшенных домах обнаружено множество бутылок из-под алкогольных напитков. Причины появления домов-свалок различны, уточняет портал Киров.ру. К примеру, ветхие здания, квартиры в которых были приватизированы, должны сноситься за счет бывших жильцов. В большинстве случаев у людей нет на это ни средств, ни желания. Есть и объекты, выкупленные застройщиками, которые планируют, но не торопятся возводить на их месте многоквартирные дома. По каждому выявленному случаю активисты ОНФ работают отдельно, выясняя принадлежность земельного участка и направляя обращение в Министерство экологии или прокуратуру. Дайджест недвижимости. Рынку недвижимости Москвы предсказали коллапсы и снижение цен на 30-40%. Эксперты продолжают фиксировать падение спроса на квартиры в столице и избыток предложения. Покупательская активность снизилась настолько, что средневзвешенная цена на новостройки опустилась в Москве до минимальных показателей за три года – 193 тысячи рублей за метр. Во втором квартале 2017-го покупателей на первичном рынке было почти в шесть раз меньше, чем продавцов. Причина в резком снижении спроса, совпавшем со строительным бумом. В 2015-16 годах ввод жилья на столичном рынке взлетел вдвое, поясняет руководитель аналитического центра индикаторы рынка недвижимости Олег Репченко. По его словам, исправить ситуацию помогло бы кардинальное сокращение строительства на 30-35% от запланированного на ближайшие годы. Однако на это власти столицы не пойдут. В результате к 2020-2021 году стоимость квадратного метра в столице упадет еще на 30-40%, предупреждает эксперт. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.